Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Покажите на пальцах два, потому что это вторая часть программы. На прошлой неделе мы говорили о людях, которые не будут восхищены. Речь шла о неверующих. Неверие — это грех. Неверие ограничивает Бога. Израиль не сразу вошел в землю обетованную из-за своего неверия. В послании к евреям Павел писал о том, чтобы не впасть в неверие, иначе мы не сможем войти в свой покой. Мне не хочется повторять сказанное в первой части, поэтому я продолжу и расскажу о второй группе людей, которая не будет восхищена, когда вернется Господь. Я прочту вам место из Писания с предупреждением Иисуса. Обратите особое внимание на Его слова. Очень часто служители боятся публично читать этот предупреждающий стих, опасаясь, что это может кого-то обидеть. Но вам нужно обращаться к Слову и смотреть, что говорит нам Иисус. Внимательно слушайте Его слова. Это история о неверном слуге. Евангелие от Матфея, 24 глава, 48 по 51 стих. «Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, «Нескоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами», то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Обратите внимание на то, что говорит Иисус. Это строгое предупреждение. Он знал и предупреждал о том, что будут люди, которые будут утверждать, что Господь придет не скоро. Господь задержится. Я встречал в церквях людей, которые говорили. Я считаю, что проповеди о знамениях последнего времени — ерунда. Эти люди просто говорят то, что хотят сказать. Им просто нужно продать побольше книг, аудио или видеозаписей старой школы, которые уже никому не нужны. Эти люди говорят так, потому что на самом деле не верят, что Господь вернется. Теперь внимание. Если человек считает, что Господь задержится, то произойдет следующее. Он будет плохо отзываться о своих товарищах и плохо с ними обращаться. Также эти люди будут пить алкоголь и напиваться на вечеринках. Мы росли среди классических пятидесятников и верили в полное воздержание от алкоголя и крепких напитков. Теперь многое изменилось. В харизматических и полноевангельских церквях всего мира считается нормой пить вино и алкоголь. Но это должно быть между вами и Господом. С библейской точки зрения ничего хорошего после употребления алкоголя не бывает. Можно вспомнить о том, как Ной лежал голый в своем шатре, как дочери Лота совершили инцест со своим отцом, а Давид убил мужа Версавии. Ничего хорошего из этого не выходит. Предупреждение Нового Завета таково. Люди, которые не верят в возвращение Господа, будут злоупотреблять алкоголем и плохо обращаться с другими людьми. Причина в том, что они не чувствуют за собой ответственности, поскольку Иисус якобы не вернется. Ну а теперь послушайте внимательно. Скажу, немного забегая вперед. Как говорит Библия, одно из преимуществ веры, возможность возвращения Господа в том, что мы каждый день очищаем себя. Другими словами, есть люди, которые верят в возвращение Господа и не хотят пропустить Его возвращение. Павел писал, что каждый день исследует себя. Веря ли он? Исполняет ли он волю Бога? Верен ли он? Я думаю, что понять эту причину очень важно. Послушайте внимательно. Люди, которые постоянно говорят, что Господь не вернется и не верят в это, рискуют оказаться неготовыми к Его возвращению. Иисус учил о том, что вернется в день и час, когда Его никто не ждет, и застигнет всех в распух. Только послушайте эту фразу. Подвергнет Его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Читая слова о плаче и скрежете зубов, мы считаем, что речь идет об аде. Некоторые современные ученые, изучающие библейские пророчества, доктора наук, знающие греческий и еврит, уверены, что Иисус, возможно, говорит о тьме периода скорбия. Другими словами, люди, которые пропустят возвращение Господа, будут рыдать, скрежетать зубами и говорить, «Боже мой, куда мне теперь идти и что мне делать?» Они публично заявляли о неверии в возвращении Господа и теперь пожинают плоды своего неверия. Ну, а теперь прочту вам вот что. Библия говорит, что Господь подвергнет их одной участи с лицемерами. В переводе с греческого «Это значит, что Господь проведет разделение. Он отделит тех, кто ждет и готовится к его возвращению, а тех, кто вообще не верит, что произойдет». Господь разделит группы этих людей. Хочу прочесть вам еще один стих. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 47 стих. Обратите внимание, здесь будет сказано, что раб знал волю Господина, знал, в чем она заключается, «но не готовился и не исполнял эту волю». Он получил за это наказание и был избит. Итак, давайте посмотрим. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Ученые считают, что здесь имеется в виду то, что будет переживать человек во времена скорби из-за своего неверия. Много лет назад я прочел прекрасные слова. К сожалению, не помню их автора. Он говорил, «Восхищение — это награда за верность». Вы, как и я, знаете, что далеко не все, кто ходит в церковь, верные. Есть те, кто ходит каждые два или три месяца, приходит на Рождество, Пасху и День Благодарения. Вы видите людей, которые никогда не жертвуют, но жалуются на десятины и пожертвования людей, которые никогда не помогают бедным и нуждающимся. Во всех этих ситуациях в церкви люди просто неверны. В притчах Иисус всегда подчеркивал важность распоряжения своими средствами и деньгами. Суть в том, что вы должны быть абсолютно верны Ему. Ваша награда за верность в том, что вас сочтут достойно избежать бедствий, грядущих на землю, и предстать перед Сыном Человеческим. Слова «предстать перед Сыном Человеческим» означают суд Христа, о котором сказано в послании к римлянам. Также об этом говорится в книге Откровения, в 11 главе. Это означает, что Господь будет судить верующих, определяя награду за то, что они делали в своих телах. Есть пять разных типов венцов, которые верующие могут получить за верность и исполнение дела Божьего. В Библии написано, чтобы никто не забрал ваш венец и награду. Так что очень важно, что вы делали для Господа, пока были на земле. Ну а теперь хочу поделиться с вами вот чем. В седьмой главе Откровения сказано, что есть люди, которые пройдут время скорби. Написано, они убелили одежды свои кровью Агнса. Однажды на международной пророческой конференции я говорил с доктором Рэем Блюбейкером. Он изучал греческий в Библейском институте Муде. Он разобрал всю эту главу на греческом языке и сказал, что слова «убелили одежды своей кровью Агнса» означают, что поначалу эти люди в запятнанных одеждах были не готовы. Во время скорби им пришлось убелить свои одежды кровью Агнса. Так что во время скорби таким людям придется убелить свои одежды кровью Агнса. Они будут обезглавлены и умрут смертью мучеников. Во второй и третий главах Откровения написано о тех, кто все преодолеет во время своей жизни на земле, и о тех, кто будет жив во время возвращения Господа. Имея дело с богатством, плотью и врагом, они будут верны Богу. Поэтому, когда Господь вернется на землю, их ждет награда за верность. Иисус придет за ними, потому что они молились и с надеждой ожидали возвращения Господа. Почему? Я назову вам четыре причины, почему для нас это важно, непрестанно говорить и проповедовать о возвращении Христа. Нам необходимо ожидать возвращения Господа. Первая причина — мы продолжаем смотреть на Господа, потому что в наших сердцах живы Его обещания. В древности на еврейских свадьбах девушки, подруги будущей невесты, постоянно говорили ей, «Он вернется. Ты не знаешь, когда, но он вернется, чтобы забрать тебя». Во времена Христа и даже до и после Него на еврейской свадебной церемонии мужчина обручался с женщиной, но они больше не встречались. Они не ходили на свидание и не виделись до того дня, когда он брал с собой друзей и шел за своей невестой. Так же, как в притче его ждали десять девушек. Он приходил тайно, иногда даже через окно, и забирал свою невесту. Проснувшись, родители даже могли не знать, что приходил жених, пока они не увидят, что невесты нет. Но суть моего учения не в этом. Суть в том, что невеста с предвкушением ждала, что тот, кого она любит, придет, чтобы забрать ее. Девушки ждали вместе с невестой и ободряли ее в этом ожидании. Говоря о возвращении Господа, нам нужно сохранять в сердце желание его увидеть. Вторая причина — это помогает нам очищать себя от скверны в духе и плоти. Если бы вы узнали, или же врачи сказали вам, что жить вам осталось 24 часа, как изменилась бы ваша жизнь? Вы христиане, которые напиваются в барах, сказали бы в эти оставшиеся часы, «Давайте устроим вечеринку, ведь скоро я уйду в вечность». Или вы скажете так, «Мне нужно убедиться, что со мной все в порядке». Отчего бы вы отказались, зная, что умрете через сутки? Что бы вы изменили, если бы знали, что умрете через один день? Что вы не станете делать из того, что делаете сейчас, зная, что через 24 часа вы умрете? Подумайте, как вы поступите со своим бременем или грехом. А вот что говорит Библия. «Свергнем в себя всякое бремя и грех, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Очень полезно подумать, что бы я изменил, если бы знал, что уйду через 24 часа. Я бы предложил вам не ждать смерти, не ждать дня, когда придет Господь, и удивиться Ему. Отложите все ненужное сейчас. Работайте над тем, что нужно делать сейчас. И вот что пришло мне на ум. Много лет назад, во время хлебопреломления, католики называют его Евхаристией, но суть одна — это Господня вечеря. Просто ее называют по-разному. Проповедники говорили, «Исследуйте себя, все ли в порядке в вашем сердце». Некоторые люди из нашей церкви говорили моему отцу, «Пастор Стоун, скоро хлебопреломление, но я не приду, потому что чувствую себя недостойным». И не приходили. Павел писал о цели Господней вечери так. «Мы следуем себя». Это значит, что мы откладываем все дела, каемся и налаживаем отношения с людьми и с Богом, поскольку написано, «Кто ест и пьет недостойным, тот ест и пьет осуждение о себе». Самое странное, что некоторые считают себя недостойными принять вечерю. Они не хотят сердить Бога тем, что принимают вечерю недостойно. Но не каются. Почему бы не наладить отношения с Богом? Ведь цель не только в том, чтобы вспомнить о смерти Господа, но и в том, чтобы привести в порядок свой дух, душу и тело. Я не понимаю мышления некоторых людей. Итак, вторая причина была такой — очищать себя от скверны. Третья причина — продолжая ожидать возвращения Господа, мы продолжаем завоевывать души для Господа. Один пастор как-то сказал мне, «В своей церкви я не проповедую о пророчествах о последнем времени». Я спросил, а почему? Потому что это напугает людей. Они перестанут жертвовать и будут тратить деньги на защиту своих жилищ. Поэтому я и сам не проповедую, и не хочу, чтобы об этом кто-то другой проповедовал. Открою вам маленький секрет. Каждый год в апреле мы проводим пророческую конференцию. Никто не заставляет жертвовать, но самые большие даяния за год в нашем служении поступают от участников именно этой конференции. А знаете почему? Они верят, что Господь вернется. Они говорят, «Я не смогу взять эти деньги с собой, если умру, или если придет Господь, поэтому я приложу все силы к тому, чтобы делать дело Божие». Я не вижу людей, которые боятся, прячутся и складывают все свои ценности в банковские ячейки на случай последнего времени. В нашем служении я вижу противоположное. Людей, которые говорят, «Господь придет, когда Евангелие будет проповедано по всему лицу земли», так сказано в 24 главе Матфея. «И мы поможем тебе проповедовать Евангелие». Вот таким должно быть отношение. Если мы верим, что Господь вернется, мы не хотим покинуть своих детей и членов своей семьи, и потому проповедуем и сеем семя слова. У меня для вас новость. Однажды это произойдет. Первый раз люди ждали Мессию, и через четыре тысячи лет Он пришел. «Точно так же Господь однажды вернется». Теперь четвертая причина того, что мы смотрим на Господа. Мы продолжаем бодрствовать и молиться, потому что Господь скоро вернется. Мысль о том, что Иисус скоро вернется, помогает нам бодрствовать и молиться о Его возвращении. Итак, перейду к третьей группе людей. Это может помешать вам быть восхищенными. Итак, третье. Грех – препятствование другим верить. Грех – препятствование другим верить. В Деяниях сказано о Волхве, который старался отвратить проконсула от веры в Евангелие. Павел осудил этого человека, и он ослеп, потому что мешал другому человеку принять Евангелие. В Деяниях Павла и Силу арестовали за проповедь Евангелия, и Бог устроил землетрясения, чтобы освободить их. Они смогли продолжить свое служение, потому что для Бога очень важно, чтобы Слово Божие и Евангелие Царства достигало народов мира. Господь сделает все, чтобы Его Евангелие не удерживалось. Некоторые люди много лет препятствовали другим слышать и принимать Евангелие. А Евангелие от Матфея говорит о фарисеях. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Фарисеи были теми, кто препятствовал людям войти в Царство. Если вы препятствуете людям ходить в Дом Божий, если препятствуете проповеди Евангелия в своей стране, тогда Бог против вас. «Господь будет сражаться против вас, если вы будете мешать Слову Божьему проникать в свою страну, город или область в это последнее время». Бог может буквально сделать то, что уже делал в Библии. Когда Ирод обезглавил мужа Божьего, Бог позволил ангелу коснуться его. Черви стали поедать Ирода, и через пять дней тот умер. Бог сказал, «Я никому не позволю препятствовать моему Слову». Не будьте помехой для Слова. Если вы не понимаете стихи о возвращении Господа, восхищении и пророчествах, изучайте эти темы, слушайте проповеди, но не критикуйте и не осуждайте. Это опасно, когда вы знаете истину, но вы встаете против нее. Теперь назову четыре причины, по которым я верю в восхищение. Я верю в него, потому что верность Бога обращена к праведным. Библия учит, что Бог всегда верен для праведников. Вторая причина в том, что я верю в прообразы Ветхого Завета. Девятнадцатая глава книги «Исход» — это прообраз возвращения Господа в форме восхищения. Есть целая серия проповедей, где я рассказываю об апокалипсисе и других событиях. Возможно, кто-то из вас их слышал. Третья причина — принцип того, что праведные избегут гнева Божьего. Наум писал, что Бог не предназначил нас для гнева. Он предназначил свой гнев врагу. Павел писал, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через своего Сына. По этой причине я верю, что Господь вернется за праведными, то есть за теми, кто любит Его, следуют за Ним, те, чьи имена записаны в книге жизни. Они пойдут на небеса, когда Господь вернется. Потому что Бог верен для праведных и сохранит их от гнева. Четвертое — закон отделения. Читая Библию, вы заметили, что хорошую рыбу отделяли от плохой. Пять мудрых дев от пяти глупых, а пшеницу от плевел. В определенное время Бог всегда начинает производить разделение, когда хорошее идет в одну сторону, а плохое — в другую. Свет в одну, а тьма в другую. Те, кто живут в Северной Америке, видят это особенно четко. Есть те, кто хотят поступать правильно, следуют Слову Божьему, и те, кто критикуют и оскорбляют. В Америке их называют радикальными правыми и радикальными левыми, но так делать не следует. Есть правильное и неправильное, плохое и хорошее — это основной закон. Хочу озвучить вам стих из книги Иезекииля, 14 главы. «Если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. «Если бы нашлись в ней сие три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Вы только что прочли иллюстрацию всадника из книги Откровения. Голод, трудности, смерть и прочее. Бог говорит о Ное, Данииле и Иове. Почему он выбрал именно их? Почему он сказал о них и Иезекииле? Ноем двигал страх, пока он готовился спасти свой дом и семью. Даниил никогда не шел на компромиссы в своей вере за все то время, что он жил среди язычников в Вавилоне. Бог выбрал Иова, потому что тот, несмотря на все испытания, не согрешил против Бога ни словом, ни делом. Ной, которого мотивировал страх Божий, Даниил, которого мотивировала вера Божия, и Иов, которого мотивировала верность Богу. Это ключ. Если вы будете верны и искренне, если полюбите Слово, Божий народ, Церковь и будете поддерживать дело Божие, вам не придется волноваться, когда прозвучит труба Господня. Вы будете одним из победителей, одним из остатка, о которых говорил Господь во второй главе Откровения. Таким обещаны семь благословений, и вы тоже их получите. Жаль, что у меня так мало времени. Я мог бы проповедовать об этом целый час. Надеюсь, что это наставило и помогло вам. Следуйте за Господом, это главное. Каждый раз фестиваль Манны — новое предложение. Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писаний. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов-комментариев к Библии в переводе Короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии» Пэрри Стоуна, потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране, стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее страницах. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Я еще никогда в жизни не получал столько писем с отзывами от людей, изучающих Ветхий Завет, с нашими комментариями. Некоторые целый месяц подробно изучали 128 страниц книги «Бытие». Если вы любите изучать Библию и познавать новое, поспешите приобрести себе этот Ветхий Завет с комментариями. Это семилетний усердный труд. Книга опубликована в США. Не упустите возможности приобрести свой экземплер. За моей спиной карта, потому что я хочу показать вам, куда мы приедем служить 15 сентября. Там я буду в Крайс-Темпл-Черч, Хантингтоне, Западная Вирджиния. Международное служение под шатром у нас в Омега-центре с 1 по 5 октября. Также мы будем в церкви Солид Рог в Бирмингеме, штат Алабама. Всего одно служение. 18 октября в пятницу. А также отправимся в Хикари, штат Южная Каролина. В Хикари Метро Конференц-центр. 25 и 26 октября. И воскресенье 27-го мы будем в Ньютоне, Северная Каролина, церковь Крайст Лайф. Если вы хотите узнать, куда еще мы приедем послужить, а мы будем в очень многих местах, то я советую вам зайти на наш сайт и посмотреть наш график. В 2020 году нам предстоит послужить на Гавайях, в штате Монтана, Южная Дакота и Невада. Мы послужим во многих новых местах. Как многие из вас знают, недавно Господь повел нас в западную часть Соединенных Штатов. Я никогда не видел такую жажду по Богу. И в Южной Калифорнии, и в Неваде, и на Аляске. Я видел истинный духовный голод по слову, проповеданному в помазании и в силе Святого Духа. Люди получают свободу и исполняются Духом Святым. Поэтому если вы живете в западной части нашей страны, я особенно хочу призывать вас участвовать в молитвенных служениях, в собраниях, где люди вопрошают Господа. Бог видит и ваш голод, и ваши молитвы, и движется по вашим молитвам. Недавно я спросил у Господа, почему ты положил мне на сердце ехать на запад страны? Возможно, вы не верите, что можно так просто задавать Богу вопросы. Но именно так происходит мое общение с Богом. Он говорит со мной на моем языке. И он ответил, потому что эти люди настойчиво возносят ко мне свои молитвы. Бог услышал их молитвы. Он позвал меня приехать туда послужиться. Некоторые молились об этом 15, а то и 20 лет. Я уверен, что это ответ Господа на молитвы святых. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку в нашем служении. Вы заслуживаете благодарности. Я хочу выразить вам свою особую благодарность. Я хотел бы рассказать о том влиянии, какое оказывает на весь мир наша онлайн-международная школа слова. Она набирает обороты по всему миру. У нас учатся 4200 студентов. На сайте есть вся информация. Продолжайте молиться о нас и верьте, что Бог и зальет на эту землю великое пробуждение последних дней. До встречи на следующей неделе. Богдан и Богontан, Ёгер. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...